Заведующая библиотекой Елена Коблюк, большая любительница проводить викторины, начинает общение с ребятами с легкого вопроса. Из кого состоит семья? Ответ молниеносный – из папы и мамы. А есть ли у них свои праздники? Дети задумались, 8 марта неправильно. Праздник пап знают по рекламе. 21 июня, 3 воскресенья месяца. Официальный праздник отцов пока не утвержден. День матери по указу президента в этом году будут отмечать 29 ноября. Еще один вопрос. Есть ли день бабушек? Точно никто не знает. Оказывается, в Утмурте отмечают День старших мам 26 мая. День всей семьи в нашей стране отмечается 15 мая. Мы сегодня решили суммировать эти праздники. И пускай на календаре 22 мая мы с вами отмечаем библиотечный день семьи. Напоминаю, что совсем скоро День библиотек. Поэтому мы заодно отмечаем День библиотечной семьи. Начинаем зарабатывать валюту. В библиотеке учреждена своя валюта – эрудитки. Получают денежки все, кто правильно ответит на вопросы. А они бывают каверзные. Как звали Бога, славяно-русской мифологии, родоначальника жизни, покровителя семьи и дома. В честь этого Бога был назван главный город племени Росов. И назывался он Родня. В соревновании двух команд – детей и взрослых – младшие одерживают убедительную победу, после чего отправляются на бродилки в поисках клада. С 10 февраля четвертая библиотека получила статус в библиотеке семейного типа. Ее площадь увеличилась почти вдвое. Есть где спрятать сокровища и под руководством Мэри Поппинс найти их. У старших разговор на уструю тему – конвенция о правах ребенка. Оксана Битковская рассказывает о драматических случаях, с которыми сталкиваются в комиссии по делам несовершеннолетних. Только что на приеме у нее был юноша. Его не допустили сдавать ЕГЭ. Дали просто справку о среднем образовании. Но со стороны администрации школы нарушений нет. Семью не раз предупреждали, к чему может привести разлад старших и легкомыслие сына. Лидия Артюх дружит с четвертой библиотекой много лет. Уйдя на пенсию, решила изучить свою родословную. Как и многие из нас, ничего не знала о своих предках. Я вообще-то не знала, что мой дед, например, был казаком, пока не увидела эту фотографию. И потом, когда общалась с сестру другую, она говорит, да, бабушка рассказывала. Я не жила ни с одной бабушкой. Мои родители жили отдельно. У них был свой дом. Но они 9 лет жили, это без меня, с другой бабушкой. А потом они построили свой дом, и поэтому бабушки мне ничего не рассказывали. Я ничего не знаю. Она спрашивает-то именно у бабушек, чтобы подальше покопать. Сегодня в четвертой библиотеке составлены методические рекомендации для всех, кто хочет погрузиться в историю веков и выполнить совет старших, помнить родителей до седьмого колена. Вернулись счастливые ребята. Они успешно справились с заданиями. Александр Коротков, советник главы города Одинцова, вручил капитанам команд благодарственные грамоты. Вокальный ансамбль «Солнечный дождь» Светланы Виноградовой пригласил всех полететь в космос. Если в космос мы хотим, значит, скоро полетим. Самый дружный будет наш, наш веселый экипаж. Галина Поликарова, Леонид Бурдин или компания Одинцова.